Музыка Ежегодно 31 мая проходит Всемирный день отказа от курения. Борьба с табачной зависимостью объединила многие страны. Инициатор событий – Всемирная организация здравоохранения. И я за то, чтобы как можно меньше курили, особенно в общественных местах, в больницах, где масса людей. Ребенка не поцелуешь, ничего от тебя с этими сигаретами воняет. Не курю. Зачем? Ведем здоровый образ жизни. В Новосибирске Всемирный день отказа от табака прихожане церкви «Исход» отметили необычайным способом, а именно организовали турнир по мини-футболу. Участниками игры стали 8 команд из 4 городов России. Это Новосибирск, Бийск, Томск и Барнаул. Ну, этой акцией мы хотим обратить внимание общественности и выразить свою гражданскую позицию по отношению к курению. Мы заявляем, что мы против сигарет, против табака, что это вред здоровью организму человека и всему обществу. И мы за здоровый образ жизни, за спорт. В перерывах между играми участники и болельщики могли отведать вкусный шашлык, пообщаться и потанцевать под веселые звуки музыки. Для детишек аниматоры провели конкурсы с призами. «Я думаю, что этот турнир будет продолжаться ежегодно. В принципе, организация очень хорошая. Правильный выбор сделали организаторы, что именно в этот день провели эти соревнования». Молодые люди привлекли внимание общественности к турниру по мини-футболу. Служители церкви показали, насколько интересно и азартно можно проводить время. «Очень хорошее явление для здоровья. Люди заняты, играются, стезаются, чем сидеть, курить или водку пить». Нельзя не отметить, что большинство из участников турнира – бывшие наркоманы и алкоголики. Ребята прошли программу реабилитации в восстановительных центрах церкви «Исход». «Турнир самый интересный». Слава Богу за организаторов, потому что, на самом деле, если понимать, кто играет, это люди, которые в свое время, ну, не то что играть, они даже не были готовы жить. И, ну, это колоссальный пример для молодежи». Вечером прошло торжественное награждение участников турнира. Фаворитами стала команда «Новый мир» из города Бийска. На втором месте – «Новосибирск без наркотиков». Третью ступень заняла команда из «Новосибирска. Твой выбор». Награждается команда «Надежда» – город Барнаул. Иди, вручи всем. Спасибо за яркий финал. Организаторы планируют ежегодно во Всемирный день отказа от табака проводить подобный турнир. Ведь хорошие примеры тоже заразительны. В Международный день защиты детей команда служителей церкви «Исход» порадовали многих ребятишек. Волонтеры провели акции на детских дворовых площадках, посетили социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних Новосибирской области. Я хочу, чтобы дети имели мечту, чтобы здесь каждый имел что-то, чтобы знал, что есть нечто большее, что есть больше вот этого молота, что есть больше вот этой сельской школы, она тоже, вы знаете, по иронии судьбы выкрашена в серый цвет. В общем, ну, я хотела что-то яркое устроить, чтобы дети что-то увидели, настоящее, прикольное. Стоит отметить, что в поселке Молот до образования учебного центра церкви «Исход» дети не видели подобных праздников. Ведь в селе нет клуба, школы и детского сада. А ребятишек здесь проживает много, часть из которых приемные. Опекуны и родители с удовольствием приводят своих чад для участия в таких красочных мероприятиях. Как у нас здесь нет ни клуба, ничего, а это хорошо для детей, вот так вот, что-то, организуют они вот это, что-то. Ну, для меня это все хорошо, так что-то. Детям нравится вот так вот. Павел приехал на обучение в миссионерскую школу делателей жатвы из города Тюмень. Никогда ранее он себя и представить не мог в роли клоуна, но надев костюм, он сам навеселился от души, став лучшим другом ребятишек. Я окунулся просто в это детство, я сам себя почувствовал ребенком. Это все было, что вот я сделал здесь, да. Ну, это была импровизация вот с моими ребятами. Мы ничего не готовили, просто мы весело отдыхали. Поздравляю. Участие в праздновании Всемирного дня защиты детей на базе образовательного центра приняли все студенты миссионерской школы делателей жатвы, примерив на себя образы пиратов, клоунов и других сказочных героев. Дети были в восторге. Они с интересом участвовали в соревнованиях, ведь никто из малышей не остался без подарка. Ну, все понравились и подарки, и игры, и конкурсы. Я хочу, чтобы еще раз ко мне клоуны приехали. А так вот очень весело, по выходным все время. Вот дети не бегают по улицам, они в конкурсы приходят, играют, мультики смотрят. Очень весело им. Ну, мне все понравилось, все было очень хорошо. Ну, чтобы еще приезжали, ну, почаще такие конкурсы делали. В завершении масштабного мероприятия ребятишки загадали желание и запустили в небо воздушные шары. Возможно, скоро в селе появятся новые детские сады и школы. Церковь Исход – самая быстро развивающаяся в городе Новосибирске. Она объединяет в себе множество структур. Это молитвенное, прославление, детское, видео и ряд других. Каждое из служений выполняет важную функцию для распространения и утверждения Евангелия на земле. Первый, с кем встречаются люди в храме – это служба порядка. Труд этих людей очень важен. Их не видно, может быть, мы их не замечаем, но от них зависит порядок в церкви. Зависит устройство, зависит то, насколько вовремя начнутся служения. Зависит, насколько люди с открытыми сердцами войдут в зал. Либо они будут за что-то переживать, потому что они всегда встречают теплыми улыбками, приглашая в зал, все устраивают. Раньше приходят, позже уходят. Важность и необходимость существования в церкви службы порядка имеет библейское основание. В Ветхом Завете из израильского народа целое колено Левия было отделено для вспоможения. В Новом, самое первое служение апостолов, как учеников Иисуса Христа, было обеспечение порядка. Это, во-первых, организационная работа, организация полностью всех служений, которые проходятся в церкви. Это организация масштабных мероприятий, организация масштабных акций. То есть перевозка, то есть все оборудование церкви, то есть помощь. Кто обращается, любые структуры, которые обращаются к нам, мы им всем помогаем. У Максима за два года в службе порядка церкви сформировалось сердце слуги. Ведь это служение способствует становлению сильного характера. Сплыли на поверхность и выгорели все шлаки – гордость, самодовольство, непослушание. Молодой человек научился организовывать себя. Если у человека, кто хочет к нам прийти, если у него есть желание, вообще даже маленькая доля капли служить, ну, это служение может в большое сердце превратиться. У него появится любовь не только к себе, но и к окружающей среде. Структура порядка часто выезжает на совместный отдых. Еженедельно проходят встречи, на которых ребята строят планы и распределяют роль служения. Если у вас есть желание стать частью команды, звоните по номеру 8 913 481 83 76.